Добрый день и добрый вечер. Всем здравствуйте. Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Меня зовут Свен Мартин Нильсен. Уважаемый господин Реткер, уважаемые дамы и господа, большое спасибо. Я хотел вас поблагодарить за приглашение. Как вы правильно заметили, я три года назад был в Петербурге. И, естественно, также рад получить возможность вновь приехать в ваш город, посмотреть на ваш город. Три года назад у меня была следующая задача. Я представлял как раз компанию, в которой я работал в Германии. Это была первая половина моей презентации. И здесь я хотел бы тоже показать, наверное, о том, что мы... Зачем мы занимаемся в Германии, какие нормы и правила возникли в Германии, и с какими другими организациями мы сотрудничаем. А во второй части я вам расскажу о новом своде правил по управлению мобильностью в Германии. Для начала я хотел бы вам рассказать пару слов о научно-исследовательской ассоциации дорог и транспорта в Германии. Мы находимся в Кёльне. Мы представлены 12 сотрудниками, которые занимаются научно-исследовательскими программами. Итак, что такое научно-исследовательская ассоциация дорог и транспорта, ФГСВ? Это так вот выглядит наше название в сокращении. Мы являемся некоммерческой научно-технической ассоциацией, объединением. И, как говорил уже Гёртке, мы насчитываем достаточно длительную историю. И в 1924 году мы тогда в те времена были основаны в Берлине. Наша цель заключается в дальнейшем развитии технических знаний по всей дорожно-транспортной сфере. В ходе последнего времени мы поняли, что правила дорожного движения в Германии стали основной, наверное, темой, над которой нужно заниматься. Но мы тоже являемся, помимо всего прочего, информационно-коммуникационной платформой для управления экономикой и наукой. Это те люди, которые сотрудничают с нами, которые работают в наших комиссиях абсолютно бесплатно на различных должностях, проводят и поддерживают наши заседания в Германии. Данный слайд не переведен, поэтому я вкратце хотел бы вам рассказать о том, как выглядит ассоциация. Во главе всего находится объединение участников данной ассоциации, есть правление ассоциации. А с левой стороны представлены самые важные, наверное, группы по транспорту. Это те вещи, которые мы сегодня уже обсуждали. Это и планирование, и разработка дорог, и управление транспортом на дорогах. И еще важная часть – это строительство самих дорог. Но вот на данном диаграмме строительства как раз царисту отведена правая часть. И помимо этого мы работаем в области строительства с различными комиссиями, которые занимаются в оперативном режиме проблемами. Итак, как это выглядит? Как выглядит наша работа? Вот так она не выглядит сейчас. Вот так выглядела картинка 100 лет назад, заседание Трудового комитета дегтярного дорожного строительства. Мы больше не применяем деготь при создании асфальта, поэтому здесь мы видим множество людей празднично одетых в большом зале. И вот так вот проходили тогда заседания нашего Трудового комитета. Итак, в чем заключаются наши центральные задачи? В названии нашей компании сказано, что мы научно-исследовательская ассоциация, поэтому мы занимаемся действительно исследованием. Мы инициируем, мы организуем исследования и оцениваем и документируем результаты подобных исследований. Мы создаем условия для того, чтобы эти результаты перешли в технические правила. Мы создаем технические правила, документы, мы готовим информацию и соответствующую документацию, как в качестве трансфера знаний и технологий мы воспринимаем, например, такое же заседание, как сегодня. Господин Трофименко как раз об этом и говорил, когда был у нас пару лет назад. Под трансфером знаний мы понимаем также публикацию двух специальных, специализированных журналов. Помимо этого мы занимаемся и международной деятельностью. Это поддержание контактов с соседними государствами, поддержание контактов с Китаем и благодаря хорошим отношениям с другими организациями, с другими странами мы поддерживаем и продолжаем хорошие контакты и отношения, например, с Россией. Теперь позвольте сказать пару слов о том, как строятся публикации нашей организации, нашего исследовательского института. Здесь, наверное, важно говорить о втором, третьем и четвертом этапах. У нас есть два этапа технических регламентов и договоров. Это то, что мы сокращаем латинской буквой R. И есть еще две ступеньки или два этапа. Это так называемые документы знаний. Они, соответственно, отмечены буквой W. И есть различные публикации другого рода, которые возникают по итогам конференций. Здесь чуть более детальное описание каждого из этих двух типов публикаций. Почему встречаются вот эти аббревиатуры R и W? Те направления, которые мы сокращаем буквой R, обозначают, что необходимо спланировать определенные технические вопросы, и они должны быть реализованы. Это у нас R1, а R2 – это направление, в рамках которого мы высказываем рекомендации о том, как планировать те или иные технические вопросы и как их реализовать. И, соответственно, есть еще так называемые документы знаний. Первый уровень – это уровень знаний, который мы сумели накопить в нашей организации. Это своего рода набор наиболее успешных примеров, которые мы анализируем и распространяем эту информацию дальше. Вот пример такого технического регламента. И вы видите, что справа есть шкала, в которой можно увидеть буквки, эти аббревиатуры R1, R2, W1 и W2. И, соответственно, можно понять, какой регламент вписывается в какую из этих категорий. Теперь переходим к второй части моей презентации на тему управления качеством. Это одна из дисциплин, которые являются частью управления транспортом. Возникло это направление в США, а 20 лет позже оно под названием управление качеством вошло также и в реальность Германии. Вот что это за рекомендация и почему вообще нам требуются системы управления мобильностью. Я скажу сначала, каковы причины этого, во-вторых, расскажу об условиях. И скажу, что такое управление мобильностью, чем можно его отграничить от других тем управления транспортом. Потом я расскажу также о том, как работает система управления мобильностью. И, наконец, четвертый пункт будет посвящен перспективам. Другими словами, что необходимо сделать для того, чтобы в будущем можно было также применять вот такие системы управления мобильностью. Я думаю, что я не расскажу вам чего-то особо нового. К сожалению, здесь не смогли перевести немецкую часть слайда, но здесь мы видим те сложности, с которыми приходится волей-неволей сталкиваться в процессах управления мобильностью. И здесь есть очень важные темы. Одна из них – это защита окружающей среды. Речь идет о пробках, речь идет о шуме. Все это проблемы, которые характерны для транспортного сектора. И все это вызовы и проблемы, которые нам необходимо решать. Защита окружающей среды – это одна из ключевых сложностей. И необходимо делать что-то для того, чтобы уменьшать выбросы парникового газа при дорожном движении. Здесь вы видите результат нашей работы. Это сценарий, который был сформулирован одной из комиссий в нашем научном институте. Речь шла о поведенческой технике для уменьшения выброса парникового газа при дорожном движении. Это пример или сценарий, который направлен до перспективы 2050 года. К 2050 году мы должны на 80% снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу по сравнению с уровнем выброса 1990 года. С левой стороны вы видите два числа. За счет развития общества, за счет старения населения к 2050 году произойдет естественное снижение выбросов парникового газа, которое составит 28%. Это демографический фактор. И есть еще одно число, это 52%, которые нам еще предстоит сократить, чтобы дойти до этого показателя сокращения на 80%. Второй столбец. Наша комиссия решила, что половину выбросов парникового газа необходимо сократить при помощи технических. Средств, например, автомобили на электродвигателе, более совершенные двигатели внутреннего сгорания или использование электрических скутеров может позволить нам пересадить часть людей с нынешних автомобилей на другие альтернативные виды техники и таким образом позволят нам сократить выбросы парникового газа. Здесь есть несколько прямоугольников, которые выделены зеленым цветом, и это для нас сфера возможностей. Оставшиеся 26% мы можем сократить по-другому. С одной стороны, мы можем пробовать вводить какие-то меры по предотвращению или избежанию выбросов парникового газа. Например, можно выстраивать какие-то более успешные связи между жильем и работой, делать так, чтобы люди селились ближе к рабочему месту и таким образом не каждый день ездили на работу, а могли бы, например, ходить на работу пешком. Кроме того, можно добиться такой системы, когда люди работают удаленно, и достигается такое соглашение между работником и работодателем. И дополнительные объемы парникового газа могут снижаться за счет того, что мы будем меньше пользоваться самолетами и больше пользоваться общественным транспортом. Если подытоживать всю эту схему данной сценарии, мы поставили цель сокращения выбросов парникового газа на 80% к 2050 году. 52% нужно сокращать активно, половину возможно сократить при помощи технических мер, а оставшуюся половину, то есть 26%, нужно сокращать за счет того, что мы как-то видоизменяем действующие структуры и просто избегаем выброса парникового газа тем или иным способом. Итак, второй пункт моего доклада условия, что такое управление мобильностью. В Германии прямо было сформулировано определение этого понятия управления мобильностью. Это ориентированное на цель и целевую группу влияния на поведение мобильности с координационными, информационными, организационными и консультативными мерами, как правило, с привлечением других игроков, выходящими за пределы планирования движения. Что здесь важно понимать? Соответственно, управление мобильностью ориентировано на какую-то цель и ориентируется на определенные целевые группы. Фокус, соответственно, на поведении мобильности и образовании дорожного движения. В рамках управления мобильностью мы работаем с внутренними или встроенными пакетами мер. Очень важно, чтобы осуществлялась техническая координация, и различные игроки этого процесса, различные участники этого процесса сотрудничали друг с другом, обменивались данными, и чтобы этот процесс был непрерывным. Что еще здесь имеет смысл сказать? У нас есть понятие так называемого эффективного подхода. У нас есть повседневная рутина, которую необходимо заменить на другую. Другими словами, есть сложившаяся программа мобильности, которую каким-то образом нам нужно заменить на более эффективную. Например, опять же, поехать на работу на общественном транспорте вместо автомобиля. Или другой сценарий развития событий. Вы можете выбрать так называемый многомодальный режим. То есть вы пользуетесь разными видами транспорта для того, чтобы после работы, например, еще через какой-нибудь магазин и друзей доехать до дома. Соответственно, здесь речь идет о том, что необходимо информировать общественность о существующих подходах, коммуницировать эту идею. И нужно каждую стратегию привязывать к индивидуальному образу жизни, к контексту жизни каждого человека. Привязывать, соответственно, наши стратегии к меняющейся ситуации. Потому что семья может переехать, например, из одного дома в другой. И таким образом изменится ее система перемещения по городу. И нужно предлагать выгодные поведенческие альтернативы. Здесь вы видите классификацию инструментов проектирования транспортных систем. У нас есть три основных направления. Это планирование и эксплуатация инфраструктуры. Это управление транспортными потоками. И это управление мобильностью. И это необходимо все координировать с различными игроками и проектировочными организациями, которые занимаются другими вопросами, не только вопросами транспортных систем. Я имею в виду здесь и университеты, и школы, и различные организации, которые занимаются защитой окружающей среды. Это очень большое количество игроков. И в результате у нас возник документ, который подытоживал 18 лет работы в направлении управления мобильностью. Это в руках у меня сейчас один из примеров такого документа. Просто хотел бы показать как пример. Хотя существуют и другие своды правил и технические рекомендации, которые посвящены этой теме в том числе. Конечно, этот документ тоже делится на определенные разделы. Там есть введение, раздел, посвященный основам управления мобильностью, области действия и управления мобильностью, участникам этого процесса и организации процесса управления мобильностью. А также есть раздел, посвященный оценке мер по управлению мобильностью. То есть, что мы сделали правильно, что не удалось, что и как можно улучшить. И, наконец, в приложении есть 10 примеров использования таких технологий в разных городах, причем не только в городах Германии. Например, есть пример из Англии, город Йорк. Соответственно, можно посмотреть, как процесс управления мобильностью был применен и каким результатом он привел. Есть два уровня управления мобильностью. С одной стороны, у нас есть муниципальный уровень управления мобильностью. И очень важно, чтобы на уровне муниципалитета все эти мысли учитывались. На ступеньку ниже находится управление мобильностью отдельных целевых групп. Давайте какой-нибудь пример возьмем. Например, управление мобильностью в рамках крупной компании. Это большой работодатель. Крупная компания может для своих сотрудников провести ряд информационных мероприятий и рассказать им о том, какие предложения существуют на рынке транспортных услуг, как они могут добираться до работы, например. Здесь идет об управлении мобильностью, которое, соответственно, учитывает интересы сотрудников и работодателей. Здесь вы с левой стороны увидите термин, который мы уже сегодня слышали. SUMP – это интегрированный в план развития дорожного движения. Здесь речь идет о том, как процессы управления мобильностью могут учитывать различные транспортные потоки. Можно рассматривать процессы управления мобильностью как часть SUMP. Можно вынести их в отдельный комплекс мер. Например, можно, не знаю, более хорошего качества дорожные знаки, какие-то информационные панели вывешивать. Можно вводить отдельные меры. Можно комплекс мер реализовывать или ориентировать какие-то меры на целевые группы. Например, школьникам выдать велосипеды бесплатные, возможность на велосипедах добираться до школы по принципу общественно доступных велосипедов. В общем, здесь есть довольно много различных инструментов. Если, опять же, обращаться к примеру с крупной компанией, на которой я уже останавливался, работодатель также может обеспечить велосипедами своих сотрудников и стимулировать их к тому, чтобы они ездили на велосипеде. Еще один пример, он не переведен, поэтому я остановлюсь на нем поподробнее. Этот документ для одной из федеральных земель Германии, и здесь расписаны этапы, по которым должен проходить процесс управления мобильностью. Есть фаза проведения анализа. Многие, например, работают в компании, и, соответственно, руководители компании могут подумать, а что мы можем предложить своим сотрудникам в качестве альтернативы, как упростить им процесс добирания до работы. Есть фаза концептирования, реализации, и, конечно, очень важная для менеджмента компании фаза – это фаза оценки и оценки того, насколько эффективны были приняты меры. И, наконец, последний этап – это аудит, который тоже проводится часто по этим вопросам. Еще один пример – комплексомер по управлению мобильностью на уровне отдельных компаний. Тут ведь можно говорить не только о какой-то крупной частной компании, это может быть, например, какая-то государственная структура, в которой работает много сотрудников, и эта государственная структура также может задаться вопросом, а как вообще усовершенствовать запросы управления мобильностью. Например, можно стимулировать людей пользоваться электромобилями или каким-нибудь еще электротранспортом, встраивая большее количество розеток. Или можно предлагать бесплатные билеты на общественный транспорт, таким образом стимулируя людей к тому, чтобы они ездили больше на общественном транспорте. Можно предлагать им пользоваться системой кар-шеринга, чтобы сотрудники заранее планировали, как им добраться до работы, и кто-то подхватывал кого-то по дороге, например. Это также стимулирует и коммуникацию между сотрудниками компании, что тоже хороший, важный фактор. Должность управляющего мобильностью в рамках компании или организации может, например, даже предлагать инициативы по созданию каких-то сообществ водителей, которые могли бы, например, договариваться с другими сотрудниками и на своей машине их подвозить до работы. Я уже говорил, что очень важно оценивать результаты применения мер по управлению мобильностью. Если посмотреть на этот пример, вы увидите следующее. Зеленый цвет – это те люди, которые добираются до работы пешком или не пользуются вообще никакими транспортными средствами. Синим цветом отмечена категория людей, которые пользуются общественным транспортом. Соответственно, красная часть – это личный автотранспорт, и цель заключалась в том, чтобы снизить количество людей, которые будут пользоваться частным транспортом. Этого нам удалось добиться. Теперь, как можно использовать технологию управления мобильностью в городском планировании? Например, можно создать дополнительные велопарковки или места для хранения велосипедов где-то в подвальных помещениях. Вот это примеры, которые вы видите в правой нижней части слайда. Кроме того, для электровелосипедов можно предусмотреть розетки. Можно оборудовать подвалы таким образом, чтобы там не было лестниц, и можно было по пандусу доехать прямо на велосипеде до парковочного места. Или еще один пример из Мюнхена. В Мюнхене провели опрос, в котором приняли участие 191 семья, и им задали вопрос, как вы изменили ваше поведение после того, как вы переселились в этот дом или квартал, так как в этом квартале есть больше возможностей экологически безвредных видов транспорта. И можно ездить на велосипедах, можно есть система каршеринга, электромобили, и из 191 семьи, переехавшей в этот квартал, 42, 24, простите, семьи, сказали, что они продали свою машину, то есть отказались от автомобиля. То есть раньше было 78 семей, у которых были автомобили, осталось только 63, то есть на 15 меньше. Конечно, есть и ряд препятствий, возникающих в процессе управления мобильностью. Нет законодательства, которое бы распределяло обязанности по управлению мобильностью. Это необходимо сделать. Финансовая поддержка на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Есть несколько отдельных небольших проектов, которые пользуются такими программами финансовой поддержки, но на этом она заканчивается. Следующая сложность заключается в том, что нет единой модели эффективности управления мобильностью, нет единой модели оценки, ее необходимо создать, потому что в противном случае это сложно. Если люди не видят прямого эффекта от внедрения систем управления мобильностью, то такие меры становятся менее привлекательны для лиц, принимающих решения. Важно демонстрировать успехи, которых достигают при помощи мер управления мобильностью. Кроме того, эти меры требуют определенного опыта, и этот опыт необходимо включать в процесс планирования городского пространства. И, наконец, последний момент. Чтобы внедрить такие меры, требуется изменить образ мышления целого поколения людей, которые занимаются вопросами городского планирования. И последний слайд, как я вам обещал, я скажу пару слов о перспективах, о том, что делать для того, чтобы улучшить ситуацию. С одной стороны, необходимо нормативное регулирование и четкое введение зон ответственности каждого из участников этого процесса. Необходимо постоянное, стабильное финансирование соответствующих проектов. Необходимо более активно проводить исследования эффективности моделей. И необходимо разрабатывать новые модели управления мобильностью. Таким образом, нам удастся повысить качество и, может быть, также повысить спрос на такие подходы. И еще две вещи, которые мне хотелось бы сказать в завершение. Мы сегодня довольно много слышали о различных услугах в сфере мобильности, говорили о электромобилях, также говорили о различных новых предложениях, которые существуют в этом направлении. И очень важно, чтобы управление мобильностью не рассматривалось как какая-то изолированная отрасль. И очень важно, чтобы происходил обмен опытом и связь этой темы, например, с технологическим развитием и с другими направлениями. Мы в самом начале говорили о том, что если у кого-то есть интерес к вот таким немецким техническим регулирующим документам, то можно задуматься, к примеру, о том, чтобы просто перевести на русский язык вот такой документ, как я вам показывал. Большое спасибо. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok